Но это еще не все. Значит, здесь мы будем считать, что есть еще такой элементик, который мы будем называть θ-функцией обозначаемой, да, буквой θ греческой, с одним входом и одним выходом, которая работает следующим образом. θ есть 1, если x либо равен 0, и 0 противной функции. Итак, я могу изобразить эту функцию. Значит, здесь у меня будет x, здесь это x. Значит, если x либо равен 0, то 1, значит, здесь такая ступенька возникает, и здесь 0. Вот график этой функции практически. y равняется, ну и там, скажем, если здесь а то, значит, плюс через y, это y равняется tt. Вот. Такая функция. Давайте мы такой-нибудь примерчик здесь рассмотрим уже конкретный для a1, a2 и так далее. Вот такой пример. Значит, график, я думаю, вы сами для этой функции построите. Значит, сюда подается число, оно умножается на 2, потом берется, так сказать, θ от этого числа и возникает выход. Значит, что я должен сделать с этим графиком, чтобы получился график вот уже той функции, которая здесь изображена? Установите. Ну что же? Совершенно точно. То есть она просто не меняется. Она будет той же самой. Вот. Значит, итак, вот такие функции, которые здесь у нас возникают, мы на самом деле можем связывать между собой. То есть как? Мы можем одну функцию подавать, выход одной функции подавать на вход другой. Мы можем склеивать входы у функции и таким образом получать другие функции уже более сложные. Вот давайте сейчас мы более сложную функцию какую-то с вами нарисуем. Давайте тут поставим вот так. Умножить подавать на вход 3. На самом деле можно понять, что здесь тоже возникло нечто, что можно построить из таких функций. Давайте попытаемся график функций, которая здесь реализуется нарисовать. Эта функция тоже будет от одной переменной. Сюда поступает этот вход, который мы x обозначаем. Вот. И давайте подумаем, что будет, если у нас x больше либо равен нуля. Тогда это число умножится на одно, значит, здесь будет что? Единичка. Здесь 1 минус 1 сложится, получится 0, да? Значит, здесь у нас прибавится x0 плюс x на 3. Вот. И потом податься опять на эту θ функцию. Значит, так как у нас x больше либо равен нуля, то вот это будет больше либо равен нуля. Да? Вот. И что будет в итоге? Единичка. Значит, если у нас x больше либо либо нуля, тогда этот x, если я обозначу эту функцию за x, равняется единичке. Так. Теперь, что меняется? Если у меня x меньше нуля, то подаю на эту функцию, получаю 0. Здесь получается минус 1. Сюда идет отрицательное число, складывается отрицательное. И θ дает опять отрицательное число 0. То есть если у нас x меньше нуля, тогда это x равняется 0. Опять, соответственно, получили ту же самую функцию. Но не всегда ту же самую можно получить. И обязательно надо получить, да? Вот давайте мы сейчас с вами какую-нибудь более сложную функцию реализуем. Например, такую. Мы возьмем число минус 1. Значит, минус 1 у нас будет, допустим, троечка. Это x, это f от x. Значит, здесь от тройки до двойки будет 1,5 допустим. Вот. И в остальных случаях будет 0. Так, как такую функцию реализовать, вот используя такие элементики? На самом деле, мы сейчас немножко обобщим наш подход к изучению схемы. И будем считать, что у нас есть вот такие элементики суммата умножить на какую-то константу. Причем вход 1 и 1 метр. Константа любая. То есть таких элементов у нас очень много. Столько, сколько всего чисел. Вот. И есть константы все. То есть это элементики без входов. Только с выходами. И они всегда выдают одно и то же число. Ну, в данном случае число А. И θ функции. Вот множество таких элементиков, из которых мы будем строить. Ну, вот то, что мы будем строить, это схемы. Их будем схемами называть. Так вот, как из этих элементиков построить, например, вот такую функцию? Давайте мы сейчас, ну, функцию с таким графиком я просто повторюсь и говорю, чтобы меньше слов произносить. Давайте мы попробуем это сделать. Так, вот если мы возьмем θ от х и прибавим θ от минус х, разделим это на А, наверное, давайте так, минус единичка. Что это за функция? Ясно, что мы из этих элементиков ее построить можем, правда? Значит, что это будет за функция? Если х равняется 0, то здесь будет единичка, здесь будет единичка, здесь будет в итоге единичка, да? Значит, это единица, если х равняется 0. А если х не равняется 0, тогда либо это, либо это 0, а другое 1, правда? Ну, если х больше 0, тогда вот это 1, а вот это 0. И значит, 1 минус 1 будет 0. Таким образом, это будет 0, если х не равняется 0, правда, да? Вот. Теперь давайте мы вот эту функцию f от х представим как сумму двух функций. Значит, f от х у нас будет... Это f1 от х плюс r2 от х. Что такое f1 от х? То есть, это функция такая. В точке минус единица это тройка. В остальных точках это 0. Функция f2 от х это 1. Извините, от 1,5 от минус единицы до 1. А в остальных точках 0. Вот такие функции. Понятно, что в сумме f1 и f2 дает f от х, правда? Так, теперь, как получить f1 от х, если у нас уже известна вот такая хорошая функция? Ну как? Ну да, нужно переместить 0 в минус единицу. Вот. То есть, вместо х подставить х плюс 1, правда, да? Вот. И все это умножить еще на 3. То есть, если я это обозначу через g1 от х, то f1 от х это есть 3, умноженное на g1 от х плюс 1. Если х равняется минус единице, тогда х плюс 1 равняется 0. И стало быть, значение вот этой функции до того, как я перемножил на 3 будет единичка, умножая на 3 будет 3. Все в порядке. В остальных точках будет 0. Я уже не останавливаюсь на том, что такие функции мы, естественно, можем получать из вот этих элементов. У нас есть умножение, у нас есть сложение с константой фактически, да? У нас есть сумма. Все нормально. Значит, как получить f2? Вот. Тут уже некая проблема. Более сложная, да? Давайте мы сначала вот что получим. Такую функцию θ' от х, которая есть единица, если х строго больше 0, и 0, если х меньше либо 0. То есть она почти θ, только в одной точке х равна 0, от нее θ отличается. Эта функция с точки 0 равна 0, а вот эту там где-нибудь. Как здесь данную функцию построить? Так. Ну давайте, вот если мы сейчас возьмем θ' от минус x, что будет за функция? У нас будет вот такой равен. Значит, здесь единичка, когда х меньше 0, либо равен 0, и 0 во всех остальных точках. Так. Теперь, если мы на единичку все опустим вниз, и потом симметрично отразим относительно уже оси x. Вот. Ну можно наоборот сейчас относительно оси x, но получить минус θ от минус x, да? Что это у нас? Умножение на минус единичку. Все хорошо. Это кальператор у нас есть. Значит, x. Здесь 0, когда он так и остался, здесь стало минус единичка. Вот. Теперь прибавляем 1. Такая возможность у нас тоже есть. И получается все хорошо. Это получается уже θ' от x. То есть θ' от x мы с вами получили. Вот. Теперь, если у меня есть θ' от x, как получить вот эту функцию? Ну, нужно что-то похожее вот как здесь сделать. Вот. Значит, ну, сделаем такие две функции. Значит, здесь уже будет единичка. От единички в эту сторону будет единица. Вот. А в эту сторону будет 0. Это функция g2. g2, да? Как мы ее сможем собрать? Кто мне подскажет? Значит, у нас есть вот такая функция, которая вот мы θ' от x обозвали. Вот. Как такую функцию получить? Значит, вот предлагается θ' от x-1. Да? Ну вот мне это не очень нравится, потому что θ' у нас как устроена? Она при больших x равняется единице. А здесь вот наоборот функция, которая при маленьких x, должна равняться единице. Что? Минус θ' от x плюс единица. Ну давайте, минус θ' от x плюс единица. Вот так вот, да? Ну, при чем тут тогда вот эта единица? Непонятно. Тоже не очень хорошо. Давайте мы попробуем поставить сюда минус единиц. Ну тогда вот этот минус будет означать, что у нас тоже плохо. Там будет минус единица возникнуть, правда? Это плохо. Давайте мы попробуем такую функцию. θ' от единицы минус x. Когда x больше единице, или равна единице, здесь будет меньше либо равно нулю, правда? И θ' будет что? От этого числа? Ноль. Значит, вот здесь, в этой части, будет ноль. А если x меньше единицы, то здесь будет больше нуля. И здесь будет единица, да? Так что мы получили то, что надо. Вот такая функция на самом деле. g2 от x. Так, теперь я получу функцию g3 от x, которая будет вот такой. Вот здесь у меня будет минус единичка. Вот, и от минус единички и в положительную сторону у меня будет единица. Вот, а здесь будет нуля. нуля. Но это полегче функция будет, да? Как ее из θ' получить? θ' от x плюс 1. Да. θ' от x плюс 1. А теперь, если я рассмотрю функцию g2 от x плюс g3 от x и минус единица. Как эта функция у меня будет выглядеть? Значит, я просто сложу эти два графика, да? Вычитаю единицу. И будет функция такая. Значит, от минус единицы до единицы, не включая ни то, ни другое. Это будет сколько? Единица. А в остальных точках будет 0. Для того, чтобы перейти к этой функции, что нужно сделать? Умножить вот эту функцию на 1,5. Такая операция тоже есть. И вот то, что уже получилось, это как раз и будет функция f2 от x. То есть это такая ступенчатая функция. Если я f1 от x сложу с f2 от x, то как раз получается f от x. То есть получается вот такая ступенчатая функция. Вот, значит, вопрос ставится так. Значит, можно попробовать определить, что такое ступенчатая функция от одной перемены. Вот я сейчас некий пример нарисовал. А может быть, обобщить это понятие, что такое ступенчатая функция от одной перемены. Это будет на самом деле, может быть, для понимания не сразу понятно, да? Но я думаю, что все-таки понимание сейчас чуть похоже придет. Значит, вот давайте мы ступенчатую функцию определим. От одной перемены. Итак, от обвинения. Ступенчатая функция переменной. Так, рассмотрим какие-то числа. Ну, пусть их будет n штук. Значит, x1, x2, xn, x2. Давайте мы, так, для простоты считаем, что они упорядочены по возрастанию. То есть x1, x2 и так далее, xn. Дальше еще 2n плюс 1 число введем. Вот какие числа. Значит, c1, c2 и так далее, cn плюс 1, d1, d2 и так далее, d1. Вот это тоже связано. А теперь определим функцию f от x. Которая есть cj, константа, которую здесь мы определим, число, да? cj. Если... Сейчас я некое неравенство напишу, которое, в общем-то, нужно будет понимать по договоренности, как бы. Но вот эту договоренность я произнесу позже. Значит, если x больше, чем xg-1, xg-1 и меньше, чем xg. То есть вот у нас все числа... Вот если я рассмотрю числовую прямую, которую я x называю, то вот эти n чисел x1, x2 и так далее, xn, вот разрезаю эту прямую на кусочки. Но после разрезания сколько кусочков остается? Да. Остается n плюс 1 кусочек. Да, вот два кусочка, они такие, как бы, в бесконечность уходят. И n минус 1 кусочек, это конечность. Вот. Так вот, на каждом таком кусочке мы определим c, значит, значение нашей функции как константа, как число cj. Вот. Но здесь у нас возникает число x0. x0 у нас не было. Как вы думаете, чему мы x0 положим? Нет, x0 мы положим минус бесконечность. x0 это минус бесконечность. Кроме того, значит, у нас есть xn плюс 1. А вот xn плюс 1 мы положим в плюс бесконечность. Ну, все понятно тогда, здесь x от минус бесконечность. Если g равняется 1, то все x от минус бесконечности до x1 возникают. Вот. Дальше. Вот на всех этих кусочках у нас функция равна числу cj. Теперь осталось определить эту функцию в точках x1, x2 и так далее, x1. Ну, а здесь просто вот этими числами и определим. Значит, d житое, если x совпало с x житое. Вот теперь мы нашу функцию определили. И вот эта f это ступенчатая функция. Функция, которую я здесь нарисовал, она под это определение подойдет. Чему здесь n равна? Количество чисел, на которые мы разбиваем числовую кусь? 2. То есть n равна 2. Так, давайте теперь c1, c2, c3, да? Тоже много. Так, теперь число d1, d2. Тоже много. Так, теперь число d1, d2. d1 равно 3, конечно, и d2 равно 0. В этой точке мы не можем. Вот таким образом мы нашу функцию определили как ступенчатую. Это функция, которую я нарисовал, график, который я нарисовал, она является ступенчатой. Ну, здесь достаточно много функций получается. И вот оказывается, что при помощи вот этих элементиков можно реализовать любую ступенчатую функцию. Давайте это в качестве утверждения первого с вами запишем. Итак, если я вот это множество обозначу через m, то утверждение будет звучать так. Итак, любая ступенчатая функция может быть реализована из элементов номер 100n. Фактически я, когда разбирал пример, вам продемонстрировал, как нужно реализовывать эту функцию. Если будут заданы x1, тогда rxn и вот эти все числа тоже. Как собрать из элементиков каких-то более простых вот эту ступенчатую функцию f более сложную. Вот чем хороши такие функции? Ну, на самом деле, такие ступенчатыми функциями можно приближать хорошо непрерывные функции, да? Ну, на отрезке, скажем. Вот. И поэтому, в общем-то, мы не сильно теряем, если мы будем работать только с такими функциями, со ступенчатыми. Про все остальные забудем. Мы можем, так сказать, приближенно говорить, что мы любую функцию таким образом рассматриваем. Ну, какие вопросы здесь возникают сразу? Возникает вопрос о быстродействии. Давайте вот. Первый вопрос — это быстродействие функции, так сказать. Я в кавычках возьму, потому что, в принципе, тут другой термин в науке это используется. Ну, для того, чтобы вам было понятнее, я называл его таким словом. Вот. И вторая, значит, это размер. Вот что это такое? Значит, это вот что такое? Вот если я нарисую схемку вот из этих элементов, то этой схемке я сопоставлю функцию. Да? Вот. Функцию. Вот эта схема, значит, что мы будем называть ее быстродействием? Ну, давайте, есть схема, есть какие-то входики, входы этой схемы и выходы. Выход у нас будет один. Мы берем первый вход и смотрим все пути, которые ведут от него к выходу. Вот здесь не может быть цикла в таких схемах, потому что тогда она будет неопределена вообще, говоря. Это непонятно, как она будет работать. Поэтому, какой бы я путь не взял здесь схеме, он приведет к выходу. И на этом пути я посчитаю количество элементов θ. Вот этих элементов θ. И так я возьму для каждого пути, на нем от входа к выходу, от первого, да, посчитаю количество элементов θ. Ну и так сделают для каждого входа. Вот максимум этих чисел, максимум, я буду называть быстродействием схемы. Давайте я сейчас нарисую опять какую-то схему, и мы поймем, чему равно быстродействие этой схемы. Тут я, естественно, уже убираю, да, потому что понятно, что такое множество m. Ну а с кем там что-нибудь, не вернусь за тем, что это содержательное, как это раствовать. Так, ну чему равно быстродействие этой схемы? Двум. Потому что вот есть путь от этого входа, например, к выходу, который проходит через две θ функции. Значит, быстродействие мы будем обозначать большую букву H, H. Вот, и если я обозначу это через S, эту схему, то H от S, то есть быстродействие этой схемы, будет равно двуму. Значит, почему введено такое понятие? Ну, очень просто. На самом деле, вот, θ, она соответствует вот одному нейрону, одной нервной клетке, как бы, да. Вот мы с вами в модели Маккала-Капица видели, что любая нервная клетка, значит, на выходе имеет эту функцию. Поэтому вот, коллеги, значит, вот это быстродействие характеризует, значит, через сколько нейронов, вообще говоря, проходит самый длинный путь в этой схеме. А таким образом, насколько быстро эта схема сработает. Чем меньше H от S, тем быстрее эта схема срабатывает. Так, теперь что такое размер? Это количество вот этих элементов θ в нашей схеме. Какой здесь размер? 3. Значит, обозначаем это L, а от S получаем 3. Дальше. Когда я начинал наше занятие, мы с вами одну и ту же функцию реализовали несколькими способами. Вот, например, θ функцию мы реализовали другой схемой, да, более сложной. Но она все равно получилась θ функцией. Поэтому одну функцию можно, вообще говоря, многими схемами реализовать. Вот. Поэтому вводится понятие быстродействия для функции. Вот если у меня есть функция, ну пусть она будет ступенчатая, как там определено, функция, то мы можем определить H от F. Это есть минимум по всем таким схемам S, которые реализуют нашу функцию. То есть берем ту схему, которая имеет наименьшее быстродействие, то есть, ну, самая быстродействующая, на самом деле. Вот. И берем ее и считаем ее быстродействией, смотрим, обозначаем через H от F. Аналогично определяется L от F. L от F. Это минимум L от F по всем S, реализующим F. А вот теперь вам такой контрольный вопрос. Возьмем функцию ступенчатую от одной перемены. Итак, F от X от одной перемены. Как вы думаете, чему может равняться H от F? Одному? Одному. А может вообще не быть? Или нулю. Совершенно верно. Вот это H от F, это либо ноль, либо единиц. Все, другого быть не может. И это, так сказать, фактически следует из тех построений, которые я делал для нашего примера. Помните, как я нашу свою функцию собирал из кусочков по интервалчикам и по точкам. И когда я строил для точки значение нужное, я использовал только один ярус Т. И когда для интервалов я это делал, тоже использовал только один ярус Т. И так можно сделать в общем виде. Поэтому H от F либо ноль, ну когда Т вообще может и не быть, если это, допустим, проводник. Либо единичка, если мы все-таки такие Т там использовали. Вот. 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 Можно считать, что это второе наше выполнение. Теорема 2. Можно просто доказать ее. Вот используя это определение и все наши конструкции. Доказывать? А? Я не надо. Не надо. Не надо. Ну я думаю, что это в качестве упражнения может быть. Да ну. Или в качестве задачи. Да. Что H от F это двоечка. Вот. Дальше давайте вот что. Да, единичка извините. Единичка, единичка. Дальше подумаем. Вот видите, если мы такую строим функцию, которая от одной переменной, то на самом деле можно построить такую, так сказать, реализовать такую схему, которая за один шаг фактически срабатывает. То есть мало того, что любую непрерывную функцию мы хорошо приблизим там, скажем, на отрезочки вот такими ступеньками, но эта функция будет очень быстро срабатывать. То есть это именно тот принцип, который действует вот в живых системах, в живых системах, которые позволяют быстро решать задачи. Вот. Скажем, те же самые достаточно сложные задачи распознавать. Теперь давайте мы вот подумаем по поводу размера. Ну, размер, он на что влияет? В данном случае ясно, что чем больше размер, тем дороже реализация схемы. Вот. И мы, конечно, хотим стремиться, чтобы не только быстродействие у нашей схемы было хорошее, но и она была не очень большая, не очень дорогая. Вот. Давайте. Тут уже не только играет роль, что функция это одной переменной, но и количество вот этих точек важно для того, чтобы оценить размер данной функции. Поэтому мы сейчас точно считать не будем, а вот какую-то оценочку для L от F получим. L от F. Это у нас будет диорема 3. Оценка для L от F сверху. Да? Ну, давайте так рассуждать. Вот мы должны получить N функции, которые, скажем, первая функция, это вот в точке Х1, она у нас будет равно ДЖ, а в остальных точках 0 равна. Вот для того, чтобы эту функцию получить, сколько нам t понадобилось? Две t, помните? Мы там складывали, почитали единичку, да? И умножали все на все спорты. Вот, собственно говоря, вот для того, чтобы вот такую функцию получить, нужно две функции t, да? А у нас таких функций сколько? N штучек. Значит, каком-то я могу написать 2 умножить на R, и здесь. Вот. А теперь я должен реализовать на каждом таком интервале всю эту функцию. Там сколько t у меня было? Не помните? Тоже две. Не больше двух. Да. Поэтому, значит, ну, может быть ион, потому что если там на соответствующем кусочке функция равна нулю, то вообще t нисколько не нужно. Значит, 2 умножить на N плюс 1. Ну, или там на края, то ли, двух-то единичных. Ну, я уж все равно оценку сверху делаю. Значит, это получается, что такое? 4N плюс 2. То есть вот с таким количеством тег я реализую любую ступенчатую функцию, которая определяется вот точками, N точками, X1, X2 и так далее действия. Вот соображение быстродействия, соображение размера. Ну, а теперь для того, чтобы убедиться, что мы, так сказать, в нужном направлении идем, давайте мы подумаем о функциях, подобных функциях от двух перемен. На самом деле, конечно, когда мы решаем задачу распознавания образов, у нас будут функции от очень большого количества переменных. Но мы сейчас с вами, видимо, не готовы воспринимать функции большого числа переменных. А вот, скажем, для двух переменных мы, наверное, можем попробовать решать вот эти три задачи. Первая задача – это какие функции там реализуются, если я буду строить эти функции из элементов множества m. Второй вопрос – какое быстродействие у этих функций? И третье – какой размер у этих функций? Какая стоимость этих функций? Ну, давайте подумаем. Для начала, опять-таки, некий пример. Здесь уже не ступенчатые функции от одного переменного будут. Будут немножко другие все такие функции, там от двух переменных. Ну, давайте что-нибудь сейчас реализуем. Так, вот у нас уже две переменных x1 и x2. Так, рассмотрим прямые. Так, как эта прямая задается? Каким уравнением? Это бисектриса у меня. Да, x1 равно x2, да? Значит, можно так написать, x1 минус x2 равно x2. Ну и вторую прямую рассмотрим. Значит, здесь по единичке отводим. И введем прямую. Это как задается? Уже вопрос сложный, да? x2 меняется и минус x1 плюс 1. Ну да, x1 плюс x2 минус 1 равняется 0. Правда, да? Проходит она через эту точку? Единичка 0, да? 0 единичка. Тоже проходит и двумя точками становится. Значит, вот такая прямая. Значит, у нас две прямые мы рассмотрим здесь. Вот. Значит, когда у нас есть две прямые, то они разбивают плоскость на какие-то области. Вот давайте подумаем, на сколько областей две прямые будут разбивать. У кого какие предложения есть? На четыре. У меня кажется, что больше. Ну, давайте считать. Как я буду считать эти области? Ну, действительно, четыре таких области, которые мы называем школьными углами, да? Давайте я их буду как-то нумеровать в кружочке. Раз, два, три, четыре. Вот. Дальше есть еще четыре луча. Без начала. Сначала мы не считаем. Значит, это у меня будет луч. Пять, шесть, семь, восемь. И вот эта точка, эта точка пересечения, это девятая нумерочка. Вот будем считать, что так разбивают две прямые в нашу плоскость на девять множеств. Вот. Четыре угла, четыре луча и одна точка. Вот. Теперь на каждом... Да, ну а теперь мы вот что сделаем. Мы на каждом из этих девяти множеств зададим какое-то число. С1, С2 и так далее, С9. Да? Вот. И будем реализовывать такую функцию, которая на итом множестве равна С итому. Ну давайте мы для простоты, чтобы много технической работы не делать, вот в девятке мы положим трем нашу функцию, а на третьем луче минус 1, например, да? Вот. И здесь вот в этом множестве второго мы положим 6. Я тут равно напишу, чтобы понимать, что это значение функции. А на остальных множествах будет много. Поменьше технической работы. Как реализовать такую функцию? Ну давайте думать. Итак, давайте мы рассмотрим вот левую часть этого равенства. Так? Значит, и левую часть вот этого равенства. Ясно, что множество 1, множество 3, 2, 4 характеризуются знаками вот этих частей. Правда, да? Вот какой знак у этих частей во втором множестве? Именно оно нас интересует. Где 6, наверное? Ну, просто, правильно? Возьмем козечку 0, минус 1, да? 0, минус 1. Первое. Какой знак? 0 и минус минус 1. Плюс. Плюс. А второе? 0, минус 1, минус 1. Минус. Второе с минус 1. Плюс минус. Так. Теперь. Как мы будем, как говорится, выделять вот этот угол? Возьмем t' от x1, минус 1, минус 2. Прибавим t' от, так как вот эта часть у нас отрицательная, то есть минус, я сейчас напишу. 1, минус x2, ну, x-x1, минус x2. Вот я утверждаю, что то, что у меня здесь получилось, равно двойке только во втором угле. Правильно? Ну почему? Для того, чтобы здесь получилась двойка, нужно, чтобы и это значение, и это значение равнялось и одному. Ну стало быть, вот это должно быть положительным, а вот и это должно быть положительным. То есть как раз это те точки, которые попадают вот сюда. Правда? Так, хорошо. Теперь, как я должен дальше действовать? Если я вычту двойку отсюда, и возьму отсюда всего этого т. Что это будет за функция? Значит, если у меня точка не попадает вот в этот второй угол, то значение этой суммы будет меньше двойки. Правда? И минус 2, значит, это будет отрицательное число. От этого от отрицательного числа будет 0. Так? То есть, если у меня точка x1, x2 не попадает во второй угол, то значение этой функции будет 0. Если же точка попадает в этот угол, то здесь единица будет, здесь единица будет, в сумме будет двойка. 2 минус 2 это 0. Т это от 0 единица. Значит, вот значение этой функции будет единица только для тех точек, которые вот сюда в этот угол попадает. Если я умножу на 6, у меня тут 6 значение, на 6 умножу, то уже кусочек этой функции я собрал. Так, очень хорошо. Теперь я хочу рассмотреть вот этот луч. Как его выделить из всего остального множества точек. Значит, на первой прямой x1 минус x2 равняется 0. Здесь значение будет 0. Да? 0. А для, так сказать, выражения x1, x2 плюс x2 минус 1, какое здесь будет? Плюс. Вот я теперь хочу построить функцию, которая равна единице, когда реализуется число 0 вот здесь, в этом выражении, и реализуется положительное число вот для этого выражения. Так, что нужно сделать? Ну, для того, чтобы выделить вот этот 0, я возьму θ, как раньше делал, от x1 минус x2 плюс θ от x2 минус x1 и минус 1. Значит, что здесь? Здесь единица, когда точка x1, x2 попадает на эту прямую, и 0, когда не попадает. Правильно, да? Так, теперь, если я возьму еще, мне еще нужно, чтобы вот это выражение было больше нуля. Вот, поэтому я должен взять θ' от x1 плюс x2 минус 1. Теперь, вот, вместо вот этой минус 1 я поставлю вот сюда минус 2 и возьму отсюда θ. Что получится? Если x попадает в одну эту ручь, x1, x2, точечка, да? То это, минус 3, наверное, надо брать, да? Это чему равно? Единица. Это равно 1. Единица. Это равно тоже 1. Значит, минус 3. Если точка x1, x2 попадает на эту ручь, то под внешней самой тетой здесь 0 будет. И стало быть, значение будет чему равно? Единица. В остальных точках значение... Вот под этой внешней тетой число будет отрицательным. И значение будет 0. Но теперь у меня здесь должна быть минус 1, поэтому я еще здесь минус поставлю. И останется только вот эту точку посмотреть. Но давайте мы ее тоже посмотрим. Значит, в этой точке у нас будет 3 значения. Я сейчас просто выпишу 3 тета. Вот сумма 4 тета уже у меня будет. И утверждается вот то, что, опять-таки, значение... От аргумента вот этой теты будет 0 в точности тогда, когда точка попадает вот сюда в пересечении этих прямых. В противном случае, вот аргументом тета будет отрицательное число. И поэтому данная функция будет равна тройке, вот в точке пересечения прямых, и равна 0 во всех остальных точках. Значит, если я просуммирую эти три функции, то у меня получится то, что надо. Давайте я эту функцию обозначу через f. Вот, и получается, что f от x1 и x2 совпадает с тем, что написано на гостях. Так, давайте подумаем, какое быстродействие и какой размер здесь. Какое быстродействие? Два. Правильно, да? Потому что вложенность только... Ну вот, скажем так, вот этот этаж, тет, уже у выхода, а этот вот у входа. Значит, два. Вот h от f таким образом меньше либо равно 2. Ну, не знаю, может быть, проще можно реализовать, но двумя слоями можно. С быстродействием M2. А размер такой? Какой размер? Кто скажет? Ну да, сверху, конечно, мы не можем, может быть, что-то попроще. А вот размер. Значит, реально тет. Такой. Ну, для того, чтобы тету штрих реализовать из теты, да, мы с вами одну тету используем. Поэтому здесь неважно, тет на штрих или тет. Считаем. Вот давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот эти три. Здесь один из двенадцати. Правильно я сосчитал? Или плохо? Сейчас объясню. Л от f меньше либо равно двенадцать. Плохо сосчитал. Почему? Потому что, когда я имею схему, и один раз реализовал вот эту функцию, тета от x2-x1, то мне не надо ее второй раз реализовать. Она уже у меня реализована. Да? Так. И кто скажет, сколько все-таки здесь надо тет? Какого размера? Значит, вот у меня есть две прямых. Я реализую тету от x1-x2, тету от x2-x1, а дальше тету от 1-x1-x2, да? Так. Вот. И тету от x1-x2-1. Все, этого достаточно. Все остальное строится. Уже все вот эти вот выражения под внешними тетами, так сказать, строятся. А внешних тет у нас сколько? 3. Вот. Значит, вот здесь 4 и плюс еще 3. Поэтому на самом деле я могу написать, что l от f меньше ли подробно 7. вот на самом деле, если я теперь рассматривать буду функции от двух переменных, то, наверное, интуитивно понятно, что будет происходить с разбиением узкости. Давайте мы сейчас с вами посчитаем, сколько кусочков, на сколько кусочков, ну, по крайней мере, вот ограничение опять-таки сверху найдем, на сколько кусочков плоскость разбивается к прямой. Вот тут у нас две прямые было, у нас получилось 9 кусочков, да? А если у нас k прямой? Сколько кусочков? То есть k прямой. Вот. Ну, если одна прямая? Три. Значит, итак, одна прямая, одна прямая, это три, ну, скажем так, области. Вот. Если мы для k прямых уже посчитали ограничение, что там tk не больше, чем tk областей, меньше либо равно, да? И проводим еще одну прямую. Значит, k плюс одна прямая. Как посчитать максимальное число областей, которые получаются при добавлении здесь одной прямой? Давайте посчитаем. Ну, меньше либо равно, опять-таки, мы ограничиваем. Значит, здесь у нас tk, значит, есть k прямые, как-то они проходят, и мы проводим вот еще одну прямую. Сколько при этом добавляются областей? Ну, вот областей, как говорится, площадных, скажем так, да? Сколько добавляется? По максимуму. По максимуму. Вот у нас здесь последняя k плюс первая прямая пересекается с k прямыми, да? Вот, стало быть, значит, вот таких областей добавляется не больше, чем k плюс 1. Правда, Дмитрий? Ну, посмотрите. Вот если я буду двигаться по этой прямой, ну, скажем так, определим вниз и вверх, значит, вот самый нижний точек пересечения, да? Вот здесь, вот этот кусочек, он разбил какой-то кусок на ду. То есть, из одного получилось два. А здесь, опять, от этой точки пересечения до этого, еще один кусок на ду. Да? Еще плюс 1. Ну и так далее. Вот так как у нас таких кусочков k плюс 1, ведь k прямых первая, вторая, опять же k, то здесь всего кусочков добавилось k плюс 1. Таким образом, плюс k плюс 1. А что, добавилось еще что-то? Добавилось. Да, добавилось. во-первых, добавились точки пересечения. Значит, точек пересечения у нас k. Давайте мы их тоже напишем. Так. Дальше, что добавилось еще? Добавились вот такие вот интервалы, да? Ну и долучи. Сколько они? k плюс 1. плюс k плюс 1. Так, что еще добавилось? А вот что еще добавилось. Вот этот кусочек, вот тут до следующей точки пересечения, тоже разбился на дно. И таких тоже как. Да? Вот для каждой принуды. Вот теперь мы уже все посчитали. Вот. И смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что tk плюс 1 меньше либо равняется, чем tk плюс 4k плюс 2. Вот такое неравенство. Теперь, как при этом оценить tk плюс 1? Ну просто рекуррентное соотношение получили, да? Что? Значит, tk плюс 1. Дальше мы вот идем по tk уменьшаем k до тех пор, пока оно не становится равным единичке. Здесь у нас это добавляется часть. Значит, tk плюс 1 меньше либо равняется. Давайте так посчитаем. 4k плюс 2. Дальше 4k минус 1 плюс 2 и так далее. Плюс. Значит, когда у нас возникает t1, а, ну, когда возникает t1, то здесь будет 4, k равняется 1 плюс 2. t1 у нас троечка. Что получается? Значит, если я вот эти четверки с коэффициентом 4 объединяю, у нас получится у нас получится k плюс k минус 1 плюс и так далее плюс единичка плюс двое в сколько? двое в сколько? k значит, 2 умножить на k и плюс 3. это у нас арифметическая прогрессия. Суммируем. Что получается? Получается, что 4 умножить на k умножить на k плюс 4k плюс 3. Вот оказывается, что количество областей у нас не превосходит вот этого числа, на которое k прямых разбивает нашу плоскость. лоб А как вы думаете? Как посчитать? Как? Вообще, давайте так. Быстродействуем. Какое здесь для любой функции? Ну, сверху ограничение. В данном случае. Для двух перемен. Понятно уже или нет? Мы берем кусочек нашей плоскости. Для этого кусочка реализуем нашу функцию и потом складываем. На примере мы показали, что у нас быстродействие не превосходит 2. Как вы думаете? В общем случае это так будет? Для любой функции двух перемен. Или не так? Быстродействие не превосходит 2. Верно? Непонятно, да? Ну, на самом деле так и будет. Быстродействие конечно превзойдет 2. Ну, если я оценил количество кусочков, на которые капли мы разбивают нашу плоскость, вот это оценка, то используя эту оценку, я могу понять, какой размер мне будет достаточно для того, чтобы реализовать функцию от двух перемен, которые задаются K прямыми. Вот функция задается K прямыми, да? Что это означает? Я сейчас интуитивно определение фактически не давал, но интуитивно вы поняли, что берем плоскость, проводим K прямых, эти прямые разбивают нашу плоскость на области, не больше, чем столько областей. На каждой области мы задаем конкретно число, и эта функция вот будет та, которую, так сказать, мы сейчас рассматриваем. Вот я уже сейчас утверждаю, что быстродействие там не превосходит двух для такой функции, а вопрос по размере этой функции, о ее стоимости. Как вы думаете, чего оно не будет превосходить? Ну, число областей, вот число областей, это количество T как бы на внешнем уровне, потому что мы для каждого для каждого кусочка вот должны иметь эту T, вот, а под ней еще сумма каких-то T должна быть, да? Вот сколько там самое большое T будет? Ну, скажем так, не больше, чем 2K, это можно подумать и понять. Вот. И если у меня не больше, чем 2K T, под каждой внешней T стоит, да, то тогда здесь получается, ну, я еще должен это умножить на 2K, вот это выражение. Вот. Получу общую стоимость. Значит, на самом деле можно гораздо лучше это сделать, но это в качестве задачи для вас. Вот. Теперь такой вопрос. Как вот использовать наши функции для распознавания, для решения задачи распознавания общей? Вот давайте мы сейчас рассмотрим некий метод, который называется метод ближайшего соседа. это метод распознавания образа. Ну, вы знаете, вот когда решается задача распознавания образа, то сначала, скажем, перед тем, как ее решать, то есть она в 2 этапа так решается. Первый этап это, скажем так, переход от пространства, допустим, изображения, если мы имеем, так сказать, говорим о распознавании каких-то изображений, да, вот, значит, от изображения переход к признакам, признакам, вот, ну, скажем, если мы решаем задачу распознавания, допустим, мы врачи, да, и решаем задачу, болен данный человек грибом или не болен, вот, значит, мы меряем температуру, там, давление, пульс, смотрим горло, там, и так далее, в разделах, да, вот он набирает какие-то признаки по этому человеку, вот, значит, возможно, числовые признаки, да, давление у нас, как меряется, температура у нас, так вот, какой-то набор чисел, вот, и после того, как он, так сказать, эти, сформировал вот эти признаки, он определяет, болеет данный человек грибом на основании этих признаков, или нет, вот, значит, вот давайте сейчас предположим, что у нас всего два признака есть, один признак мы обозначим переменной х1, другой признак мы переменной х2 обозначим, да, вот, х1, х2, а у нас будут люди, которые, значит, два множества людей, одно множество людей здоровых, одно множество тех, кто болеет гриппом, вот, и каждого человека, мы, каждому человеку сопоставим точку вот на этом, на этой плоскости, то есть, это та точка, которая, так сказать, у него параметр х1, допустим, температура тела такая-то, вот, а, допустим, там, пульс такой-то, вот эта температура тела х1, а это пульс, вот, ну, я так условно говорю, конечно, это все не совсем так в жизни, вот, и как у нас тогда вот, есть там какое-то какое-то множество больных людей, какое-то множество здоровых людей, вот, то есть больные у нас точками будут, а здоровые звездочки, ну, может быть, это наоборот, давайте звездочки вот здесь поставим, чтобы быть более реалистичными, а точки вот здесь. так, что происходит? Вот, это то, что врачу было известно, да, или, так сказать, распознающей системе было известно до того, как он пришел, так сказать, к нему на прием какой-то человек, и он должен определить, болен он или не больным. Значит, что делается? Как вот в данном случае решать эту задачу? Мы возьмем, то есть берется этот человек, измеряется х1, измеряется х2, и этому человеку сопоставляется какая-то точка. вот в этом точка в этой полосе, на этой полосе. Дальше. Ну вот метод ближайшего соседа в чем состоит? Куда внести эту точку? К множеству больных или к множеству здоровых? Значит, делается так. Берется эта точка и смотрит расстояние от нее до всех звезд, до каждой звездочки. До каждой звездочки. Берется минимальное из этих расстояний. Ну здесь визуально, скажем, вот это переманное. Между нашей точкой и звездочкой. Дальше это будет число А. Дальше берут расстояние от этой точки до каждой точки больных. И вот берут минимальное ближайшего соседа, так сказать. Минимальное из этих расстояний. Обозначаем числом B. Значит, если у меня А меньше B, тогда определяем, что человек здоров. Если А, скажем, больше либо равно чем B, тогда НИ. Вот это способ определения по ближайшему соседу. На самом деле, конечно, я упрощенный вариант этого способа представил, потому что там может быть не два признака, естественно, а этих признаков много. И приходу придется, так сказать, смотреть расстояние в многомерном пространстве, ну, ничего, это можно сделать. Теперь, каким образом здесь использовать вот те функции, о которых я говорил. как метод ближайшего соседа реализовать в виде схемки из тех элементов сумма, умножение, константы и тета-функции. Давайте мы сейчас посмотрим, тогда у меня два крестика и две точки, как будет разбиваться наша плоскость. Вот x1, x2, две звездочки и две точечки. Значит, я хочу взять вот эту пару звездочек точек и нарисовать и, так сказать, указать то множество точек, которое ближе к звездочке и множество точек, которые ближе к точке. Как эти множества будут устроены? Что мне подскажет? Середина капельникуляра, конечно, находится. То есть я беру середину капельникуляра к этому отрезку. То, что будет... Значит, это у меня прямая, которая задается неким уравнением, естественно, да? Как эти уравнения называются? Линейные, да? Линейные уравнения называются. Значит, беру здесь отрезок, тоже строю середины капельникуляра, и тут два еще отрезка и строю опять середины капельникуляра. Вот так нагромоздилось немножко, но ничего, что я построил четыре середины капельникуляра, правда, да? Которые разбили мою плоскость на куски. вот так в той ситуации, о которой я говорил. Оказывается, что для каждого куска я могу понять, какой для этого куска ближайший сосед. Правда или нет? Вот давайте я сейчас... Ну вот скажем, какой ближайший сосед, вот для каких точек ближайшим соседом является вот эта точка. это те точки, которые попадают вот сюда. Сейчас я нарисую. Да? Вот здесь у меня вот эта точка уже помешает. Вот. И нужно будет уже с одним капельникуля здесь строить. Вот вот здесь. поэтому должен здесь еще граница строить. Понятно, да? То есть вот этот сосед и вот эта новая слоточка у нее ближайший сосед вот эта точка. То есть и ясно, что здесь возникает опять разбиение плоскости на области вот этими прямыми зами. Вот. и можно для этого множества точек и для любого другого множества точек построить как раз схему из тех функций. Ну, давайте так, в простейшем случае в простейшем случае я сейчас нарисую, напишу эту функцию. Вот. Вы подумайте. Значит, вот это у меня будет точка x1 или x2 x2 эта точка x давайте так вверху будем на меня леничкой это x1 x2 с двойечкой вот, ну и так далее. Здесь x1 с тройкой x2 и x1 x4 так я хочу понять вот это у меня как бы множество из двух точек относящихся к больным вот и я хочу реализовать функцию которая равна значит для каждой точки для которой ближайший сосед либо этот либо этот значит на этой точке функция равна единице. А если ближайший сосед вот этот или вот этот то 0. Вот такую функцию хочу выказать. Понятно, да? я хочу реализовать функцию такую, что если я возьму живую точку и у этой точки ближайший сосед будет из этого множества больным то значение функции равно единице. Если я возьму точку и ближайший сосед будет либо вот этот либо вот этот то функция равна 0. вот как решить такую задачу. Давайте мы сначала какую задачу решим. Вот есть две точки а они заданы своими координатами. Как срединный перпендикуляр уравнение для срединного перпендикуляра построить? Поднимите руки, кто сможет это сделать? Тяжело? Вот если у меня есть отрезки у нас один конец задается x1, x2 точкой а второй x3, x2 а здесь x1, x2, x3 меня интересует уравнение той прямой которая проходит через серединку этого отрезка и перпендикуляр на салон. Кто-то из аудитории может построить уравнение такой составит? Никто не решал? Спасибо. Ну давайте мы вот это значит эта прямая должна конечно через серединку проходить как координаты к серединке у нас ищутся среднеористическая да это среднеористическая правда то есть x1, 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 x3 по поводу так это первая координата вторая координата x2, 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 x3 по поводу Ну и эта прямая должна быть перпендикулярна этому отрезку. Что это означает? Что? Да, да. То есть вы хотите еще одну точку найти здесь, да? Как ее найти? Вот эти расстояния равны? Ну, естественно, да. Но с расстояниями там у нас будет ли там линейное уравнение? Расстояние от одной точки до другой записать надо, да? Ну ладно. Такую задачку, может, решать пока еще не умеем, но, наверное, научимся скоро делать такую задачку. Предположим, что мы ее сделали, решили, что мы нашли уравнение прямой, которое является серединным перпендикуляром к этому отрезку. Давайте мы это уравнение, ну, так обозначим, l от x1, x2 равняется 0. Это линейное уравнение, ну, естественно, от двух перемен, да? x1 и x2. Давайте это у нас будет l1. Ну, так как у нас точка первая и точка третья, то давайте так, l1, 3. Вот. И давайте сделаем так, что по ту сторону, значит, это прямая, которая разбивает мою плоскость на две части, да? На две полуплоскости. Вот. И в той полуплоскости, где лежит точка x1, 3, x2, 3, вот эта прямая будет, вот, левая часть этой прямой пусть будет положительным числом. А в другой полуплоскости, это понятно, да, что если я возьму вот такое неравенство, больше нуля, то это неравенство будет задавать полуплоскость, правда? Вот. Значит, если я возьму дальше точно так же полуплоскость l2, 3, от x1, x2, больше нуля, ну, это тоже будет именно та полуплоскость, пусть она будет той полуплоскостью, в которую входит точка вот эта. Третья точка. А скажите, всегда ли можно так взять, чтобы значение левой части, именно, вот, уравнение, которое задает прямую, было больше нуля? Или не всегда? Всегда. Всегда можно, потому что, если оно отрицательное, то мы умножим на минус 1, да, и это выражение будет положительным. То есть мы всегда можем сделать так, чтобы вот значение нашей точки, вот этой третьей точки, вот, было положительным здесь. Вот. И еще один отрезок есть, вот этот. И опять-таки мы строим средину перпендикуля, и опять задаем ту полуплоскость, в которой лежит точка x1, 3, x2, 3, вот таким неравенством. x1, x, извините, x, извините, 4, 3, от x1, x2, больше нуля. Вот получили три таких неравенства. Вот. Эти три неравенства задают как раз то множество точек, у которых ближайшим соседом является точка x1, 3, x2, 3. Правда? Теперь, как построить функцию, вот из тех, так сказать, из элементов множества n, которая дает единицу на пересечении вот этих трех полуплоскостей? Что означает, что мы вот эти три полуплоскости пересекаем? Чем является множество пересечения вот этих трех полуплоскостей? Ну вот, вот это неравенство означает, что точка x1, x2 ближе к этой, чем к этой. Правда? Вот это неравенство означает, что точка x1, x2 ближе к этой, чем к этой. А вот это неравенство означает, что точка x1, x2 ближе к этой точке, чем к этой. Так, пересечение этих трех полуплоскостей, это множество каких точек? Все точек, ближайшим соседом к которой является точкой. Совершенно верно. Это множество точек, замечательно. Ближайшим соседом к которой является именно вот эта точка. Значит, давайте мы сейчас построим функцию, которая вот на этом множестве равна единице, а в других точках равняется 0. Это очень просто. Возьмем вот эту штрих от L1, 3 от x1, x2, плюс t2, x3 от L2, 3 от x1, x2, 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 Троечку вычесть надо. Смотрите, что получается. Если все эти значения, вот этой штрих, равны единице, это означает как раз то, что выполняется это неравенство, это, ну и то, которое я сделаю. Правда, да? Вот, то есть именно это означает, что точка x1, x2 у нее, ближайший сосед, это вот точка x1, 3, x2, 3. Ну и когда здесь по единичке мы получили, вычитаем тройку, будет 0. Значит это 0, это единица. Значит это, а если x1, x2 такая точка, что она в какую-то из этих полуплоскостей не попадает, тогда у нее, ближайший сосед, не наша выбранная точка. Таким образом, это равно единице. Если x1, 3, x2, 3, ближайший сосед к x1, x2. Вот, и ноль в противном случае. Совершенно аналогично мы можем выписать множество тех точек, для которых вот эта точка является ближайшим соседом. Правда, да? Вот, а потом нам нужно объединение этих точек взять. И тогда мы определим то множество, для которого, то множество точек, для которого либо это, либо это является ближайшим соседом. И таким образом, вот именно уже та функция позволит нам ставить диагноз. Болен человек или нет. Но опять-таки, если у нас маленький материал обучения, для большего материала, то есть вот эти вот точки, да, мы его называем материал обучения, 4 точки, они у нас уже исследованы раньше. Вот. А, так сказать, если у нас больше материала обучения, больше исследованы было раньше, то, конечно, будет функция гораздо более сложная. Значит, как пересечение брать, мы поняли. Как объединение множеств брать? Суммированием. Суммированием, вычитанием в единичке, ведь правда? Ну, как вы считаете? Ну, тету, чтобы взять. А потом тету берем? Ну, да, да. Понимаете, там, на самом деле, будет иногда двойка получается, если суммирование. Ну, а потом тету возьмем, а то вычесть. Да, но нужно единичку вычесть, чтобы тету там, понятно почему, да. Потому что, если мы тету возьмем, а у нас здесь будут все числа больше либо равна нуля, поэтому если тету от них всегда единичка будет. Поэтому нужно вычистать единичку, чтобы вот на множество тех тучек, для которых ближайший вот этот, да, был 0. Вот и все. Пересекать множество мы научились, объединять множество мы научились. Поэтому мы можем строить формулу, которая, так сказать, реализует метод ближайшего соседа для распознавания умства. На самом деле, вот этот метод, он довольно распространенный. Он часто работает, вот, когда вы будете заниматься математикой дальше, да, более серьезно. Там вы, вас научат статистики, теория реальности, статистика появится у вас. Вот. И вы поймете, что, значит, вот, задачи распознавания образов хорошо решаются, когда вот этот материал, который назвал материалом обучения, он хорошо изучен. Но, так сказать, задачу распознавания образов часто приходится начинать решать, когда материал обучения практически никак не изучен. Неизвестно, как там, так сказать, вот эти точки распределяются. Поэтому, так сказать, с чего-то надо начинать. И вот метод ближайшего соседа – это именно тот первоначальный шаг, с которого, как правило, начинают решать задачи распознавания. Ну вот, наверное, мы на этом закончим.